Итак, возможности версии 15.0, продукта 1S-Bitrix для создания интернет-магазина. Пока мы с вами говорим о версии 15.0, хотя уже этой весной выйдет версия 15.5, где будет много очень интересных всяких фич и фишечек, связанных именно с интернет-магазином. Появится у нас там, приоткрою зависть тайны, расскажем, появится и про скидки, много чего будет нового интересного, и управление, расширенное управление e-mail рассылками и так далее. Но это уже в наших следующих вебинарах, после того, как мы объявим о выходе версии 15.5. Пока с вами поговорим про 15.0 версию, наверное, не буду особо вдаваться в какую-то теорию о том, насколько важен интернет-магазин при ведении вашего бизнеса, работаете неважно в B2C или B2B секторе. И так всем понятно, что сейчас без какого-то представительства в интернете нам ни одну компанию невозможно представить. Ну и сегодня у нас, я так понимаю, собрались на вебинаре те слушатели, которые прекрасно понимают, что какой-то выход на интернет-аудиторию для развития бизнеса просто необходим. Что такое Bittrex? У нас Bittrex управление сайтом. Да, это платформа, в принципе, для всех видов бизнеса. Это не обязательно интернет-магазин, это и различные сайты-визитки, и корпоративные сайты, и внутри корпоративные порталы. То есть, ну, линейка наших продуктов достаточно широкая. Мы сегодня поговорим про некоторые виды из них, да. Но главная наша тема – это все-таки Bittrex управление сайтом. Ну, такие вот циферки, да, совсем немножко. На данный момент у нас более 130 тысяч клиентов. Больше 25 тысяч интернет-магазинов они работают на платформе Bittrex. Ну, вот по данным компании iTrack в Рунете сайтов, сделанных на Bittrex, среди коммерческих движков, ну, больше половины, да, 60,52%. С нашей платформой работают более 11 тысяч партнеров. Это компании, которые создают сайты, интегрируют наше решение, обучают работе с Bittrex и так далее. То есть, мы непосредственно созданием сайтов не занимаемся, этим всем занимаются наши партнеры. Ну, список всегда можно найти у нас на сайте. Более 1800 готовых всеразличных веб-приложений для вашего сайта в нашем маркетплейсе. Подробнее чуть-чуть коснемся, попозже расскажу, что это такое. И более 200 готовых интернет-магазинов также можно в маркетплейсе. То есть, можно приобрести платформу в какой-то готовый типовой интернет-магазин, там, шин-дисков или одежды, или, не знаю, там, магазин по доставке пиццы и суши и так далее. Там, на самом деле, масса вариантов. Ну, наверное, самые популярные ниши, которые существуют, да, в онлайн-торговле, они уже закрыты вот такими типовыми магазинами. То есть, можно использовать его, просто перенеся туда свой контент, свой каталог товаров и начать работать уже с ним. Это удобнее, да, снижает и какие-то издержки, и время. И сегодня я покажу вам наше каталог решения, это по-универсальное, которое, в принципе, тоже можно использовать. Ну, у нас магазин одежды, ну, в принципе, разные товары можно продавать в этом же интернет-магазине. Ну, такой достаточно хороший, стильный шаблончик. Я видел разные вещи, я видел и какие-то запчасти для автомобиля с помощью этого шаблона продавали, и самосборные бассейны, и много всего прочего, на самом деле. Шаблон содержит адаптивный дизайн, то есть, в зависимости от того, на каком устройстве вы будете просматривать ваш сайт, да, ну, или не вы, а ваши клиенты. Везде будет он удобно отображаться, то есть, ну, на простом компьютере, да, там удобно, естественно, мышки, да, все просматривают, тельные действия совершают, там скролит экранчик, нажимают какие-то кнопочки. На смартфоне, например, мышки уже нет, и приходится все действия делать одним пальцем. Там немножечко элементы управления за счет этого меняются. Ну, адаптивный шаблон, он позволяет как раз использовать один и тот же дизайн, да, на разных устройствах, смотреть все это. Готовое решение уже содержит настроенный сервис и типовой контент какой-то, ну, как я уже говорил, да, у нас это одежда. Он содержит мастер установки и настройки интернет-магазина. Мы сейчас посмотрим с вами, что это такое, как с этим работаем. Содержит демо-версию мобильного интернет-магазина. То есть, можно прямо посмотреть, если вы захотите создать свое мобильное приложение, то есть не просто какую-то там мобильную версию, да, или вот ваш сайт там в адаптивном дизайне, а именно приложение, которое пользователи будут устанавливать на свои смартфоны, и нажав одну иконку, вы захотите в ваш интернет-магазин, осуществлять какие-то заказы, да, отслеживать там статус своих заказов и так далее. Ну, вот демо-версия тоже этого есть. Чуть-чуть похоже коснемся этого тоже самое. Есть мобильное приложение для администрирования бесплатное, также в Lab Store или Google Play скачивается. Ну, и, в принципе, весь функционал Bittrex с правильным сайтом там тоже доступен. Пошаговая установка с помощью мастера. Я поступил в следующем образом. Я не буду показывать презентации, я скачал у себя демо-версию с нашего сайта. Давайте сейчас посмотрим. Если кто не знаком, покажу, где это находится. Ну, раздел скачать, управление сайтом. Я прямо вот в самом верхнем взял, скачал, установил сюда локально на компьютере. У меня Windows для Mac'а там так просто скачать не получится. То есть, экзешник, который под Windows, естественно, не запустите, он может скачать, в принципе, дистрибутив, демо, и либо куда-то на хвостник залить, либо у себя запустить поправленную машину. Точно так же через дистрибутив эту демо-версию. Мы сейчас с вами пройдем быстренько на этот этап установки интернет-магазина. Да, ну, я поставлю локально, но от установки на хвостник он мало чем отличается. Я выберу какие-то свои данные. Давайте начнем. Какое-то время сейчас у нас это займет. Я надеюсь, что достаточно быстро будет. Ну, пока можно мне какие-нибудь покидать вопросики. Ага, вижу уже. Так, давайте пока у меня проходит установка, да, я посмотрю. У меня есть пока один вопрос. А на него уже ответили. Светлана меня поддерживает здесь, отвечает на вопрос. Спасибо, Светлана. Давайте тогда, наверное, пока уйдет установка, поговорим с вами про Marketplace. Достаточно интересная штука. Это магазин расширений и готовых интернет-магазинов и сайтов для нашей платформы. То есть, наверняка, да, все пользуетесь там смартфонами или планшетами каким-то. Знаете, что для Apple есть App Store, для Google Play есть, для Android есть Google Play. Да, интернет-магазинов, в которых вы можете различные расширения программы для своего смартфона установить. Вот здесь, в принципе, тот же самый, только для вашего сайта. То есть, вы можете взять какой-то, давайте посмотрим, например, готовый интернет-магазин. Вот тот интернет-магазин, который мы установим сейчас, вот он, современный интернет-магазин, бесплатно распространяется. Интернет-магазин электроинструмента, да, например, есть такое решение платное. Интернет-гипермаркет-барахолка, бесплатное есть решение. Их куча, куча здесь разных товаров. То есть, ну, через поиск можете, в принципе, найти любое решение для своего бизнеса. Наверняка, вы его найдете. Также есть всеразличные модули, расширяющие тот или иной функционал. Например, ну, не знаю, какие-то онлайн-консультанты, да, автозаполнение адреса, доставка покладов. Вот список лучших бесплатных решений, да, онлайн-консультант живосайтов, расширенная форма обратной связи, возврат наверх кнопка. Ну, кстати, такое достаточно удобное решение я вот использую постоянно. Так, пока проходит на остановку. Дальше. Что еще про Marketplace рассказать? Постоянно увеличивается количество таких модулей, да, то есть, партнеры разрабатывают, и можете совершенно спокойно там любой зайти, посмотреть, да, там новые версии регулярно выпускаются. Ну, если какие-то вопросы есть, можно всегда их задать разработчику. Так, проходит на остановочек пока. Интегрируетесь ли с онлайн-консультантом лифтех? Ну, давайте вот как раз идет у нас ПК-установка, посмотрим, есть ли у нас лифтех. Да, есть онлайн-консультант лифтех. То есть, это решение, которое разработано нашим партнером, а, кстати, непосредственно компанией LifeTex, и разработано. LifeTex, а не лифтех, конечно. Да, ну, вот такое вот бесплатное приложение, его можно установить. Ну, естественно, что у вас предварительно должен быть заключен договор с компанией LifeTex, и какие-то деньги там за их сервис вы им будете платить. Но для того, чтобы разместить вот этот виджет у себя на сайте, вам не надо больше там нанимать программиста, ну, достаточно просто все это установить, и все. Так, готово. Вот, у меня прошла установка, да, коест у меня ввести пароль. Я указал e-mail свой. Ну, кстати, если будут вопросы, можете вот сюда мне писать. Мне китай-минус битрикс.ру. И давайте быстренько дальше. Те шаблоны, которые мы по умолчанию предлагаем нашим клиентам, это наш шаблон, да, который мы разрабатывали. Они доступны для выбора, ну, мы сегодня говорим про интернет-магазин, поэтому я выберу интернет-магазин. Можно там персональный сайт, информационный портал, корпоративный сайт услуг. Ну, стоит отметить, некоторые путают это с нашим продуктом, битрикс24, корпоративный сайт, корпоративный портал. Это немножечко другой продукт. То есть корпоративный сайт, это, ну, как вот, да, сайт-банк, например. Либо загрузить какое-то решение из Marketplace. Ну, мы выберем интернет-магазин, тиховый шаблон, и сейчас быстренько его установим. Программа предлагает нам выбрать два вида шаблона, да, с горизонтальным меню и с вертикальным меню. Я оставлю горизонтальное меню. Стоит отметить, наверное, ну, такой небольшой нюанс, что вертикальное меню удобнее, когда очень большой потолок товаров, которых не тот товаров, а разделов. Много разделов товаров, которые вы собираетесь продавать, и они по горизонтальной не будут помещаться, по горизонтальной оси, да, по вертикальной их можно вот слева упустить, сколько угодно. Человек будет прокручивать страничку. Ну, я оставлю горизонтальную версию. Цветовое оформление можно выбрать, да, какое-то там зеленое, желтенькое, красное, дерево такое. Ну, я оставлю просто типовое, голубенькое. Едем дальше. Название сайта. Ну, пускай здесь у нас, наверное, останется все без изменений, да, там телефон, здесь левый у нас телефон будет. Раньше стоял, ставили телефон нашего офиса, и, ну, в прошлом году еще звонили и спрашивали, продается ли у вас дно кровати двухъярусных, по-моему. Еще удивлялись такими, говорим, никогда кроватями не занимались. Но потом выяснилось, что многие люди, они ставили шаблон, забывали, видимо, менять телефоны на свои, и потом люди ломились к нам за покупками, ну, вещей, которые мы вообще никогда не торговали. Оставлю это все без изменений, да, ну, страничка магазина здесь тоже, если будете устанавливать, не чтите, что здесь данные поставили все свои, не забудьте все это поменять. Какие-то метаданные здесь указываем. Так, мобильное приложение для интернета магазина, ну, пускай будет. Оставляем, да, здесь базовая цена. Складской учет будет у вас вестись или нет? В системе 1С-битрикс-правления сайта существует возможность введения складского учета. Конечно, это не такой большой и мощный инструмент, как там, то же самое 1С-правления торговли, но, тем не менее, какие-то документы, приходование товаров, себестоимость убить, посмотреть потом, какие товары прибыльные, какие неприбыльные, списывать товары. Все это можно. Я думаю, мы сегодня даже с вами это посмотрим. Включаем складской учет, выбираем, когда резервировать товар на складе, да, там, при оплате заказа, при оплате заказа, при разрешении доставки или при отгрузке. Но это все можно будет потом в настройках изменить. Я оставлю по умолчанию, да, как было, при оплате заказа. Выбрал локализацию магазина. Ну, тоже оставим здесь все по дефолту. Будем считать, что работаем только на Россию. Адрес у нас, Москва. Тут ННК и КПП все забито, да. Если есть печать, ее можно топ-грузить. Это необходимо для того, чтобы, когда у нас пользователи на сайте будут выбирать способ оплаты, оплаты по счету, мы им счет будем выставлять, на который будет ваша печать сразу ставиться. Типы плательщиков, которые смогут оплачивать у нас на сайте. Мы будем работать как для физиков, так и для юридц. Отставим здесь это. способы оплаты. По умолчанию тоже все оставим. Ну, давайте еще добавить Почту России, допустим. Да, Почта России, тут есть два варианта расчета стоимости. Первый вариант, это расчет на основании данных сервера почты. Но бывает такое, что Россия сервера не заступен. Сейчас они достаточно гораздо лучше работают, но тем не менее, раньше это было и мы ввели возможность расчета на основании табличных данных. То есть вам надо будет эти данные самостоятельно вручную вбить и клиент будет вводить свой адрес и на основании размера, габаритов вашего груза будет автоматически рассчитываться стоимость доставки. Местоположение, ну опять же выберем пока только Россию. Способы доставки и способы оплаты их также потом в обминке можно менять, но если интересно будет, я уже, наверное, после выступления Светланы могу показать. Напишите вопросик, покажу, как делается. На самом деле все достаточно просто настраивается. Все, у нас идет установка непосредственно нашего настройка нашего решения. Сейчас мы уже получим готовый результат. Обратите внимание, у нас все это заняло буквально минут 10, а может даже и меньше. давайте немножко подождем еще. Посмотрим пока что у нас презентация здесь была. в презентации давайте я покажу. Мастер управления магазином это тот инструмент, который нам следует посмотреть уже после установки. Покажу картинку. Очень интересная штука это своего рода пошаговая инструкция для наполнения и продвижения магазина. некоторые даже связывают ее как такую небольшую игру. То есть у вас в админке есть такой мастер, который показывает вам те моменты, на которые стоит обратить внимание при запуске интернет-магазина. Есть такая вот шкала, то есть выполняя те или иные действия, выполняя ту или иную настройку интернет-магазина вашего эта шкала будет значение заполнения и будет увеличиваться приближаться к 100. Сразу она 100% не достигнет, даже если вы все здесь написано и сделаете. Но после того как у вас пойдут продажи и вы будете доделывать какие-то действия, которые будет рекомендовать система, она там будет 100% все ближе и ближе. что содержит этот раздел. Это ссылки на те разделы, которые вам надо настроить. Например, это установка валюты, с которой вы будете работать. Это товаров, остатков, установка цен, интеграция с 1С-предприятием, если у вас планируется интеграция с предприятием, тоже прям по пунктам отвечено, что надо сделать. То есть нажимая на эти ссылочки у вас будет открываться необходимый нужный раздел, где происходит та или иная настройка. Там же будет ссылочка на документацию и видеоролики, которые по 2-4 минуты рассказываются вкратце, что вам надо сделать и для чего. Для тех клиентов, для тех пользователей, которые собираются самостоятельно настаивать и создавать интернет-магазин, это хорошая шпаргалка, очень удобная подспорья, которая параллельно с документацией надо иметь всегда открытым и просто пройтись для того, чтобы запустить интернет-магазин. У нас есть интересная документация по созданию интернет-магазина. Это в качестве такой помощи тоже очень здорово. Про документацию отдельно потом покажу. Для разработчиков это скорее даже такой как чек-лист. Что надо сделать для того, чтобы у клиента магазин работал хорошо, четко и правильно. Ура! Установка продукта завершена. Давайте перейдем сейчас на сайт. на сайт. Ну что-то у меня не приходит. А, пришло. про Marketplace мы с вами уже поговорили. Напоминалочку сейчас пока скроем. И админ панель тоже пока уберем для того, чтобы посмотреть, как вообще выглядит наш интернет-магазин. Сверху у нас какое-то сервисное меню с информацией о доставке, о магазине, гарантии, ссылки на какие-то статические странички. сразу мы показываем клиенту давайте вот так немножечко опущу, чтобы видеть, как магазин выглядит для клиента. Показываем корзину. Если у нас товары какие-то приобретаются, то они сразу попадают сюда в корзину. Мы видим, сколько там товаров лежит, на какую сумму. Здесь же у нас ссылка на личный кабинет. Я зарегистрировался. Как зарегистрировался? Я как создатель интернет-магазина, как админ, естественно, я здесь сразу буду сам себя видеть. Стандартно для любого сайта шапка, где у нас какой-то наш логотип, название нашего магазина, какие-то контактные данные, строка поиска, причем это умный поиск. То есть я набрал штаны, у меня сразу здесь товары, которые у нас являются штанами, показались, и ссылка на раздел штаны. Опять здесь сразу есть. Причем в пятнадцатой версии появилась интересная штука, такая, как фасетный индекс. В двух словах расскажу, что это такое. Это инструмент, который создает фасеты, то есть какие-то готовые уже запросы, и когда вы будете вводить какой-то запрос, у вас не будет искаться этот запрос по всей базе данных, он именно по списку фасетов будет смотреть и сразу выдавать какую-то информацию. За счет этого выдача информации очень быстро происходит. Причем фасеты создаются автоматически после заведения нового раздела или товара. так вот это работает. Потом у нас пошел каталог товаров. Так выглядит. Есть подразделы. Здесь показываем, что это за подразделы. Такая подсказка сразу с картинкой показываются. Туфли, описание выдается и так далее. женские и мужские. В этих разделах у нас подразделов нет, поэтому у нас здесь ничего не показывается. далее. Такой слайдер, на который мы можем вывести разные товары, на которые мы больше всего хотим обратить внимание наших клиентов. Это тоже настраивается, какие товары здесь будут отображаться. Ну и пошли сразу какие-то товары, которые мы показываем. Отмеченные товары лучшей коллекции. Сразу если есть у нас скидка, мы показываем это. Прямо отсюда можно совершить покупку, указав нужное количество, положив товар в карзину, выбрав цвет или размер. Причем выбирая цвет, у нас сразу и картиночка меняется. Красный, зеленый, фиолетовый и другие штаны. Тренды сезона, лидеры продаж. Это все отмечается в настройках товара. Какое иметь свойство для того, чтобы товары с таким свойством отображались на главной странице. И традиционно внизу информация о магазине, блок новостей, кнопки соцсетей, блок соцсетей и дублируем меню. и опять же контакты. Таким образом это выглядит. Давайте сейчас наверное перейду в админку для того, чтобы показать вам по интернет-магазину то, что мы смотрели с вами на слайде в мастер настройки интернет-магазина. как он выглядит. Вот таким образом есть какие-то задания, которые надо выполнять, например, используемые валюты. Самая первая откроенность с вами. Вот сразу открылось окошечко, что есть такое задание. Сразу ссылочка на документацию открываем и здесь у нас будет обучающее видеоролик и какое-то описание. Можно открыть в новой вкладке, чтобы нам не мешалось. Мы уже выбрали валюту, с которой мы будем работать. У нас она отмечена рубля, базовая. Если мы будем работать с какой-то еще валютой, то здесь надо будет просто ее включить. Сделать базовую. Допустим, у нас задание мы выполнили, настроили наши валюты. Опять возвращаемся в раздел магазин, мастер магазина. У нас уже до 3% одно из самых основных мы сделали. Ну и так далее. Основные настройки у нас тут и товары, и единицы измерений, варианты цен, реквизит интернет-магазина. Все это необходимо проверить. Замена телефона в социальных сетях интернет-магазине, чтобы не получилось, как я вам рассказывал, чтобы не звонили потом по несуществующему номеру 212-8506. Ввод товаров, интеграция с 1С, настройки платежных систем услуг доставок, основные SEO-настройки магазина. И дальше уже пошло посттолк интернет-магазин открыт. Уже все это можно проверять. и когда уже пошла работа, обслуживание интернет-магазина, тоже все необходимые инструменты вот они здесь есть, они здесь указаны. Просто можно поэтому пройтись посмотреть. Так, давайте перейдем в какой-нибудь раздел, не знаю, ногами щелкнем, посмотрим, как у нас работает все внутри. Вот таким образом мы видим, у нас выглядит раздел, открыли нежное белье, потому что здесь интересно, здесь красивые девушки, здесь у нас на весь раздел скидки 10%. Мы с вами позже посмотрим, как создаются такие и другие скидки. Ну вот плашечки это видно. И здесь что интересно, есть такой умный фильтр. То есть по тем или иным параметрам мы можем отобрать необходимый нам товар. Давайте выберем только белое белье и нам сразу показали белье, которое может быть только белым. Это все настраивается, причем настраивается достаточно просто и очень гибко. Можно разные свойства сюда выводить, которые относятся к тем или видам категории ваших товаров. Я про это не буду сегодня рассказывать. Это более детальная, более глубокая тема. Если интересно, пишите. Учнем это. Сделаем вебинар по настойке таких вещей. Или если кому это интересно, опять же пишите в questions, вопросы. Я дам ссылочку. Про это есть интересная статья у нас в блоге. Все подробно про новый фильтр расписано. Давайте совершим какую-нибудь покупку. уже. Сначала перейдем в карточек товара. Подробную посмотрим, как она выглядит. Вот такая карточка товаров. Указываем здесь цену, причем показываем старую цену перечеркнутую, показываем новую цену, показываем сколько экономит за счет скидки. Естественно отображение какой-то информации. Здесь показываем производительный материал, артикул, цвета, которые можно здесь выбирать. размеры, количество, полное описание товара, какие-то комментарии можно добавить к этому товару. Можем сразу этот комментарий опубликовать на фейсбуке. Показываем наличие на складах, если хотим. Причем показывать остаток можем как в точных единицах измерения, то есть сколько штук показывать, так и скрыто, осталось мало, осталось много и так далее. И у нас здесь блок персональных рекомендаций уже показан. Кстати, что странно, я его не настраивал, это, видимо, сделали его, что он автоматом вылазит, потому что раньше было, что его надо было отдельно на страничку добавлять. тоже интересная штука такая, мы сейчас только начали пока это тестировать, бета-тестирование это возможность показа персональных рекомендаций. Здесь, наверное, не очень будет корректная выборка, но вообще это сервис, который автоматически анализирует поведение пользователя на вашем сайте и предлагает ему товары по той или иной логике. Например, товары, которые чаще всего покупают с этим товаром или товары, которые в качестве аксессуаров выходят. Причем можно показывать здесь автоматически собранные персональные рекомендации, которые компьютер сам просчитывает, так и товары какие-то, которые мы вручную указываем. Например, для мобильного телефона защитная пленка, чехлы и карты памяти можем все это выводить. Все это настраивается. Что здесь у нас еще? Рейтинг товара и какие-то графические свойства. Мы вывели как такие блоки логотип компании, например, такой значок бесплатной доставки или бесплатной примерки и так далее. Давайте уже совершим какую-то покупку. Посмотрим, как проходит процесс покупки. Мы попали в корзину. Можем этот товар как купить, так и отложить. Изменить количество в корзине, готовые заказы. Я их еще не упрели. Хотел проверить одну штуку, но на самом деле не получилось. Надо будет поговорить с разработчиками на эту тему. Давайте сейчас купим туфли, например, Перейдем в корзину. Как я уже показал, мы можем отложить тот или иной товар. Хотел я сделать так, чтобы отложить только одну штуку, а две штуки у меня осталось в корзине. Но не получилось так. Не знаю, почему, нам будет поговорить с разработчиками, реализуем ли это. Хотя, может, не самый популярный сценарий. Можем отложить этот товар для того, чтобы, когда мы вернемся в следующий раз в интернет-магазин, мы его купим. Но сейчас, например, не готовы его купить, поэтому мы купим туфли. Прямо здесь можем изменить какие-то свойства. Например, решили, что 36-й будет маленький и изменили на 37-й. А если у нас купон скидок, можем сюда ввести, но у нас купона нет, поэтому его не будем вводить. Мы с вами сейчас уже опорим заказ. Выбираем тип платильщика, который у нас будет покупать этот товар. Давайте заполним информацию, которую еще не заполнили. 17-й. Автоматом подставился мой адрес. Выбираем службу доставки, которая у нас будет вести этот товар. Давайте попробуем Почтой России рассчитать, но мне кажется, сейчас какую-то смешную цену поставят 100 рублей, потому что у нас неуказан вес товара. Это аналогично, он невесомый, он не покажет стоимость доставки. Если бы у нас был указан вес, то здесь у меня еще и табличные данные наверняка не запомнили. Ладно, укажем тогда пускай доставку курьером будет 500 рублей. Платежная система, но мы можем платить как яндекс деньгами, так и банковскими картами, через терминал какую-то оплату сделать. Я покажу оплату через бирбан для того, чтобы показать как счет у нас генерируется. Так, проверяем состав заказа. Если надо написать какой-то комментарий, указываем его. Например, звонить после 17. Давайте жмем кнопочку «Офолнить заказ». Так, заказ у меня готов. я не выбрал Сбербанк. Да, выбрал банковские карты. У меня сейчас перетянут на сервис оплаты. Ну, естественно, пошло не так. У меня там ничего не указано. Никакие данные мои. Так, ладно, давайте сделаю еще одну покупку сейчас тапочки. Розовый рай. Так, все товарищи данные. Я использую свой тот же профиль, да, могу какой-то другой добавить, если мне необходимо. Так, Сбербанк. Так, проверяю, все, 1199 товар плюс 500 рублей доставки. Давайте оформим заказ. Да, сразу у меня открылся в новом окне квитанции. И здесь у меня пишет, что заказ сформирован. Я всегда могу зайти в личный кабинет и посмотреть эти заказы. Какие-то данные, которые смотрели. Знакомься с состоянием заказов. здесь могу изменить свои личные данные и подписаться на рассылку какую-то, если необходимо. Так, заказ. Вот это мы давайте сейчас отменим заказ. Да, просто, без причины. Так, Василий, ну у нас готов, да? Всегда можно подробности заказа открыть и посмотреть. вся информация у нас по нашему заказу здесь есть. Так, я думаю, тут все понятно, как происходит процесс покупки. Давайте теперь посмотрим на наш интернет-магазин глазами пользователя. Не пользователя, а администратора. Глянусь сейчас. Так, так, смотрю вопросы. Уважаемые слушатели, когда вы пишете давайте ссылку, пишите, пожалуйста, на что дать ссылку, обязательно всеми ссылками, которые у меня есть, со всеми поделюсь. Просто указывайте на что ссылку, потому что я разговариваю, разговариваю, конечно, контекст могу уже утерять. Поэтому пишите вопросы, пишите на что дать ссылочки, либо в течение вебинара, либо после вебинара по почте всем все разошлют. Давайте посмотрим глазами администратора на наш интернет-магазин. Это, я думаю, будет поинтереснее. Вот такая вот панелька наверху. Мы называем нашу систему управления Эрмитаж, потому что красивая. Прямо отсюда можно создавать какие-то страницы, изменять какие-то страницы, управлять меню, смотреть статистику, тестировать новое решение и так далее. Очень также интересный режим это режим правки. Давайте прямо сейчас его включим и посмотрим, как у нас будет происходить правка такого товара. При наведении курсора на ту или иную область у нас появляется вот такое серое менюшка. Давайте, например, изменим. И, нажав на эту менюшку, открывается вот такой визуальный редактор. это я чуть-чуть попозже покажу. здесь, например, хотим изменить 2.12.8506 на 2.12.8507. Просто изменяет в визуальном редакторе это изменяет. Сейчас обновится. Стоит локально, поэтому работу может немножечко подтуплять. Так, у нас изменился. Если мы допустили ошибку и сделали что-то не то, всегда последние изменения мы можем отменить. Прямо сейчас это и сделаем. Да, отменили. Готово. Давайте посмотрим. Это простое было, теперь немножечко сложнее. Например, изменим товар. Вот такая форма редактирования товаров. мы можем здесь сразу какие-то ключевые слова. Это описание здесь прописывает галочки, свойства этого товара. Может быть у нас новинка, лидерам продаж или спецпредложениям. Опять же здесь все это можно отмечать. Здесь ничего не будем редактировать. Картинки у нас все загружены. Можно опять же подкружать, добавить файл. Какие товары рекомендуем с этим товаром. таким образом можно это выбирать. Например, пускай домашние тапочки будут с белым бревеном. Остальные свойства здесь заполняются. Что еще интересно? Подробное описание. Анонс. SEO. Вот такой интересный инструмент. Это автоматический генератор SEO информации. давайте посмотрим. Таким вот образом можно не знаю что давайте тут у нас для раздела описания такое. То есть мы можем добавлять сюда какие-то поля. Давайте подумаем чтобы все добавить. А он где-нибудь последний ролик отведен на раздел The Snail. В раздел The Snail у нас нижняя белая свобода. То есть это автоматически генерируется. Мы сюда вводим например какие-то там. Так бренд у нас есть. Материал добавим. Материал сразу здесь автоматически прописался. Здесь надо писать и подумать как описание красиво грамотно сделать. Если мы подключили нашу систему к Яндекс Директу, то опять же здесь можно создавать рекламные объявления по этому товару. Отмечаем в каких разделах этот товар у нас участвует. торговые предложения товары у нас могут продаваться на сайте как торговые предложения. Если делали покупки в каких-то китайских интернет-магазинах есть такое как СКУ СКУ называют еще. Это когда один товар имеет различные конфигурации можно сказать. Например у нас может быть белье черного и белого цвета и размеров XS M L XL не бывает женского белья. Это все по сути у нас один товар но разных конфигураций. Это можно генерировать. Можно вбивать сначала создавать один товар одного размера потом копировать и менять размер сохранить новый товар но это неудобно. Поэтому у нас такой генератор торговых предложений запущу его. Не буду сейчас создавать это но покажу как делается. Вы напишите название размеры вес товара какой-то и тип цены какой будет и здесь такая матрица есть. Вы выбираете цвет например какие цвета у вас будут не все цвета могут втаваривать. Выбираете размер 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 одежды не знаю если только охотничек комбинезон которые сразу в штаны переходят резиновые сваги. У нас такого нет поэтому размеры одежды то же самое отвечаем на какие размеры одежды у нас будут использоваться XS S M L допустим. И изображение прикрепляем жмем кнопку генерировать и у нас сразу создаются несколько торговых предложений то есть несколько товаров которые клиент может покупать. Достаточно удобный инструмент но то же самое если интересно пишите скинчику по работе этого генератора скину все у нас в блогах подробно было описано давайте быстренько покажу как создать страницу например созданием форум обычно всегда показывают как создать форму потому что простой и красивый пускай будет пункт меню добавляем верхнее меню мы его добавим пускай будет последним пунктом здесь у нас в этом меню должно добавиться так вообще при создании страницы можно использовать уже готовые и нужно использовать уже готовые компоненты список компонентов доступен вот здесь в визуальном редакторе справа давайте найду форму вот такой комплексный компонент я просто его сюда перекидываю я просто его перекидываю и нажму кнопочку сохранить давайте подождем у меня сейчас так скажите пожалуйста не пропала ли связь случайно слышно слышно ли меня а то у меня тут сеть переподключилась так слышно хорошо спрашивают про интеграцию с 1с вообще практически не буду касаться этой темы могу только сказать что интеграция есть по интеграции у нас отдельные вебинары были там на сайте где я показывал где у нас список вебинаров посмотрите по-моему или в конце декабря в начале января был большой мастер-класс по интеграции по настройке интеграции смс отдельная большая тема не в рамках сегодняшнего вебинара поэтому я этого касаться не буду совершенно тема знаю популярная опять же если кто-то не сможет найти пишите дам ссылки так вот смотрите у нас создалась страничка форумов вот она появилась в меню здесь вот кстати плохо когда меню идет горизонтальном виде например вот у нас форум появился пошел уже второй строкой на первой строке не получается но тем не менее страничка создана форумом мы здесь уже можем если у нас какие-то отзывы о товарах досмотреть либо создавать какие-то новые темы и так далее вот если вкратце то вот так создаются странички достаточно просто давайте перейдем уже в раздел администрирования а я бы еще хотел посмотреть тема которая у нас сегодня есть я немножечко растянул наше выступление надеюсь Светлана меня простит я постараюсь сейчас побыстрее рассказать так таким образом выглядит у нас админка слева у нас основные разделы справа раздела раздела или подраздела и основная рабочая область в рабочий стол не буду подробно останавливаться здесь собраны различные инструменты которые можно докидывать для оперативного отображения той или иной информации да здесь что график по продажам там например статистика по сайту по товарам там что просматривают ну и сразу какие-то напоминалки такие по инструментам сканер безопасности например мы сегодня еще поговорим с вами про него и монитор производительности слева очень удобно такой вот избранный есть ну давайте покажу например с заказами да вот заказы у нас находится в магазине с которым мы будем работать можно просто добавлять его избранные все добавлено выбранное у нас и всегда мы чтобы не идти там из магазина заказа а если какой-то инструмент который нам еще глубже нужен да там например не знаю что наценки например да опять же сюда выбранное закинули и не надо по меню перемещаться искать что где находится оп сразу зашли там наценки работаете очень удобный инструмент обязательно пользуйтесь далее раздел контент здесь можно управлять структурой сайта и непредсредственно контентом вашего сайта новостями товарами инфоблоками и так далее раздел сервисы ну здесь куча всего разного и возможность подключения яндекс директа естественно там свои данные авторизации в яндексе и управлять рекламными кампаниями вы можете в принципе не исходя на яндекс а прямо с сайта с нашей точки зрения достаточно удобно и управление поисковой оптимизацией да и там опять же интеграция с поисковыми системами яндекс гугл там работа с ними и настройка и автоматическое создание как робот с текст так и сайт макс сайт мэп и так далее опросы веб-формы там управление рекламой рассылками техподдержками это все здесь даже вот конструктор мобильных приложений здесь есть который позволяет создать мобильное приложение поработать здесь не может тоже не тема сегодняшнего вебинара недавно по-моему был по мобильному приложению пятницу вебинарчик не знаю ссылки наверное нет еще но в ближайшее время появится просто ребят подергать немножко мы сегодня с вами говорим про магазин аналитика это раздел вся статистика по вашему сайту кто с каких по каким поисковым запросам приходил что делал на сайте что искал и так далее вся информация по вашим посетителям она здесь ну понятно раздел настройки до собственно настройки их здесь много все не понимаешь в рамках вебинара раздел marketplace про marketplace мы с вами смотрели уже оттолок решения прямо здесь доступен можно его брать и посмотреть что у нас устанавливается на этом сайте ну и самый главный для нас раздел это магазин это магазин здесь мы можем работать с заказами здесь мы можем работать с нашими покупателями создаем скидки учитываем товар и так далее давайте быстренько пробежимся посмотрим сейчас как выглядит работа с заказами в первую очередь на что хочется обратить внимание это вот такой вот фильтр очень удобная штука фильтр по которому вы можете отбирать те или иные заказы например у нас есть заказ небольшие давайте например посмотрим по стоимости заказа по сумме заказа попробуем вот стоимость заказа добавляем такое поле и например посмотрим все заказы от двух тысяч до пяти тысяч рублей ну дата изменения старый заказ неважно все неотмененные заказы есть ли у нас такие вообще да есть такие вот два заказа которые автоматом были созданы при установке демоконтента и такие фильтры их можно настраивать вот они уже настроены готовы их можно добавлять сохранять автоматически свои добавлять поля сюда таким образом ими пользоваться очень удобно на самом деле тут у нас такой блок персональных рекомендаций да Тухслава говорил про BigDato здесь можно посмотреть виджет включен но сама персонализация информации у нас отключена можно нажать подробнее переместиться в раздел про персонализации и настроить там персонализацию для чего это надо этот виджет он показывает как у вас вообще персонализация работает на сайте товары которые проданы по персональным рекомендациям тем которые автоматически подбирают компьютер они будут отображаться суммой этих продаж здесь вы будете видеть насколько хорошо у вас работает этот сервис далее список заказов опять же форма которую можно настроить те или иные поля которые мы хотим видеть да ну просто сюда перетеливаем и все есть возможность выгрузить эту форму в Excel например если собираетесь обрабатывать информацию какие-то отчеты в Excel делать на самом деле очень удобно я сам постоянно пользуюсь когда работаю с заказами сайта 1SBitrix выгружаю в Excel и обрабатываю уже там есть конечно отчеты и наши типовые но мне в Excel иногда такая информация которую в этих отчетах не сделаешь список заказов не знаю где что в принципе информацию которую мы запросили она здесь есть давайте откроем какой-нибудь заказ посмотрим как он вообще выглядит заказ то есть заглянули вопросы пишут так много вопросов если начну к отвечать потеряю нить мысли поэтому давайте закончим а потом на вопросик быстренько отвечу мы с вами смотрим как у нас работает как выглядит непосредственно заказ то есть здесь вся информация о заказе когда создан какой статус статус сразу если что мы можем поменять прямо тут можем поменять тут заказ информация о покупателе по доставке информация опять же здесь можем разрешить доставку вот это кстати говоря не знаю еще такое это новое появилось что-то по-моему не было раньше индифектора отправления неужели сделали наконец-то что по трекинг-номерам можно работать не знаю не смотрел это еще опять же можем ввести здесь информацию о плате если мы например деньги вручную получили причем это можно сделать прямо с мобильного приложения то есть курьер привез если у вас в штате есть курьер курьер привез заказ отдал его оформлен он сразу может мобильное приложение в этом заказе поставить платить заказ и вы увидите что заказ оплачен товар со склада спишется состав заказа сразу что мы предлагаем покупателю мы видим сейчас то что просматривал покупатель здесь также может быть показано и тот товар который мы рекомендуем покупателю то есть в настройках товара что это рекомендуемый товар и также сюда если включено будет выводиться или уже выводится персональная рекомендация автоматическая я видел вопрос по поводу бигдата работает ли она сейчас уже да она в стадии бета-тестирования она работает если у вас там что-то неактивное посмотрите в настройках может просто не включили то есть надо разносить компонент на страничке и надо включить в настройках сам сервис бигдата но если не получится пишите подскажу давайте попробуем изменить этот заказ и что-нибудь к ним еще присобачить то есть у нас купили платье а не штаны покупали мы предлагаем еще купить нижнее белье допустим у нас менеджер связался с покупателем пообщался с ним по телефону уговорил купить еще нижнее белье и пообещал ему что нижнее белье продаст за 500 рублей допустим сколько у нас изменилась цена применим а в принципе можно было сразу и сохранить этот заказ если не видно но если мы оставляли комментарии при оформлении заказа здесь они будут выведены для наших менеджеров также менеджер может свои комментарии оставить которые будут не видны покупателю для того чтобы если несколько менеджеров по продажам чтобы они видели какой-то там если какая-то особенность есть у этого заказа давайте попробуем распечатать этот заказ ну вернее посмотрим что мы можем распечатать по этому заказу сразу прямо отсюда мы можем распечатать счет фактуры счет вам заказа накладную все эти документы у нас опять же даже курьер может распечатать и вместе с товаром трясти пользу вот таким образом у нас происходит работа с заказами вот персонализацию прискочил отдельная тема не буду ее к сожалению касаться сейчас потому что не успеют и так уже слишком долго рассказывал список покупателей да я сейчас всего лишь один покупатель на сайте давайте посмотрим здесь у вас в списке так бы все покупатели на вашем сайте ну в списке покупателей по каждому покупателю можно посмотреть полностью филу статистику да сколько было сделано заказов средняя стоимость там сколько оплаченных заказов посмотреть список этих заказов подробный да краткий или подробный а посмотреть профиль покупателя то есть ну покупатель у нас может покупать и как физлицо и как юрлицо и даже как физлица у него может быть несколько половых или не знаю может у себя и жене еще что-то заказывать. Посмотреть товары, которые в корзине лежат, отложенные. Посмотреть просмотренные товары. Ну и также здесь куча всяких инструментов. Там и брошенные корзины, и выставленные счета. Все это можно смотреть. Не буду сейчас останавливать. Давайте лучше посмотрим, как у нас работают скидки. Вот такая скидка у нас заведена, как мы все видели, на нижнее белье. Давайте откроем ее, посмотрим. Да, это скидка на нижнее белье, так она и называется. В период активности у нее без ограничений мы можем задать какой-то интервал. Например, эта новогодняя скидка будет работать с 25 декабря по 11 января. Указываем тип скидки, может быть как в процентах, так и фиксированная сумма, так и скидка, которая устанавливает цену на какой-то товар. 10 процентов валюты в скидке. Максимальная скидка, которая может быть. Будет ли применяться скидка в продлении подписки, если мы продаем электронный контент по подписке. Приоритет применимости, своего рода вес. Чем больше, тем вероятнее, что он применится. И указываем прекратить дальнейшее применение скидок или нет. То есть вес нужен для того, чтобы у вас, например, может быть несколько скидок и какая из них применяется. То есть вы решили, что у вас применяться должна только одна скидка, а не суммироваться. И та скидка, которой будет больше приоритет, она и применится, а другая не применится. Вот как-то так. Кстати, интересный момент. Вот наверху есть такой вот знак вопроса помощь. Если вы на него нажмете, я открою сейчас в новом окне, то у вас откроется документация именно по этому разделу, в котором вы находитесь. То есть если мы смотрим по скидкам, то как раз хелп по скидкам открылся. Имейте это в виду и пользуйтесь этим. Итак, вот такая скидка заведена. Условия, когда срабатывает эта скидка. Здесь у нас вот такой конструктор скидок очень удобный. А сейчас 15.5 будет еще удобнее. Ну как-то работает, да? В нашем случае условие такое, что поле раздел равно нижнее белье. Ну давайте, не будем менять. Не будем менять. Создадим сейчас новую скидку. Посмотрим, как это работает. Ограничение, на которое может накладываться скидка. Все пользователи у нас относятся к тем или иным группам. То есть на сайте мы можем задать несколько групп с разными правами, с разными возможностями. У меня сейчас созданы администраторы. Это вообще все пользователи, в том числе, не авторизованные. Пользователи, которые имеют право голосовать за рейтинг, зарегистрированные пользователи и так далее. Вот эту скидку мы можем, например, дать только зарегистрированному пользователю. А можем дать ее всем пользователям. То есть тут тоже так настраивается, исходя из ваших пожеланий. И, соответственно, цены, которые может применена скидка. Цен у нас может быть несколько. То есть может быть розничная цена, а может быть цена, которая для оптовых покупателей. Вы задаете ее как отдельный тип цены и, опять же, цена будет только на розницу или, например, только для оптовиков ваших. Если у нас скидка заведена без купона, то она работает на все товары, которые попадают под условия этой скидки. Как мы сейчас наблюдаем с нижним бельем. То есть мы заходим в отдел нижнее белье и видим, что 10% плашка висит на всех товарах. Если мы создаем купон, то эта скидка перестает работать. Эта скидка сработает только после введения этого купона в корзине. То есть мы положили товар в корзину, мы ввели этот купон и у нас автоматически появилась скидка, когда уже товар в корзине. Для чего это надо? Это необходимо в тех случаях, когда вы хотите предоставить скидку только определенным пользователям, например, разослав этот купон по электронной почте. Как делают многие интернет-магазины перед Новым годом, например, делают рассылку, что примените купон Happy New Year 2015 и получите скидку 5% на все товары или на определенную группу товаров. Таким образом это делается. Либо, например, к вам кто-то обратился, просит скидку на какой-то товар, то же самое вы в единичный купон отправили этому клиенту. Причем можно его сгенерировать автоматически, можно своими словами. Все, этот купон применился и скидка больше, если это одиночный купон был, то он больше не будет работать. Можно сделать так, чтобы он для нескольких пользователей срабатывал. То есть это все настраивается. Вопрос спрашивают. Я думаю, со скидками так более-менее вопрос понятен. Существуют еще такие варианты, как правила работы с корзиной. Это, в принципе, похоже на скидки, только это для скидки на корзину. Так ее еще называют. То есть, когда товар у вас уже лежит в корзине, это скидка, например, на доставку. То есть не на сам товар, а на стоимость доставки или стоимость товара в корзине у меня. Скидка идет не на товар, а непосредственно уже на всю корзину. Есть возможность работать с накопительными скидками. То есть вы заводите такую накопительную программу и указываете, при каких условиях эти скидки будут срабатывать. для заказов от 5 тысяч до 10 тысяч. Скидка 2%, от 10 до 15, 3% и так далее. Спрашивают. Увидел в крайнем глаз сейчас вопрос интересный по управлять наличием товара на складе. Давайте покажу складской учет. Вот вкладочка в складской учет. Вот документы. Как мы управляем наличием товара на складе? В первую очередь мы приходим на этот товар. Сейчас мы ничего не настраиваем. У нас просто товары там отображались. Можно было купить. Мы можем как по штриходу найти, так и в каталоге вручную. Либо если мы настроили интеграцию с 1С, то есть 1С, подгружать заказы. О, не заказы, а товары. Торговый каталог. Либо если у нас торговый прайс-лист, есть какой-то в Excel, можно с Excel подключить. Давайте обувь. Тапочки. Где у нас наш розовый рай? Ну давайте. Так. Выбор я, да? Домашние трапочки розовый рай. Закупочная цена, допустим, 100 рублей. 10 штук, допустим. А он мне сейчас не даст это сделать, потому что у меня, наверное, не заведен склад. Поставщик. Совершенно верно. Значит, нам надо сначала завести поставщика. Склад у меня там как раз, по-моему, заведен. Сейчас посмотрим. Да, склад у меня есть. Поставщика у меня нет. Ну давайте просто добавлю поставщика. Какого-то сейчас на одном что-нибудь напишем. Иванов Сергеевич. Сейчас я вам отдам, не буду никакой информации другого указывать. Не проведем, конечно, не проведем. Так, поставщик указан. Все, проведем. И теперь товары. Отчет по наличию товаров на складе. Да, сможем посмотреть. Заверывай. Вот. Общее количество нюклей, общее количество нюклей. Корзинь, корзинь, количество запасов. Давайте посмотрим сейчас здесь, а, у меня на складе что-то я делаю, да, можно что-то посмотреть, но вообще у меня на складе должно отображаться. Да, да. Да, 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 да. Немного вспомнить, где отображается количество товаров. Ну, давайте покажу, но попозже, пока будет у нас второе выступление, я как раз покажу. Так, у меня осталось из тем, насколько я помню, администрирование смотрели, заказы, скидки пользователей, в принципе, тоже. Анализ безопасности и производительности сайта, давайте я его оставлю, наверное, расскажу. Давайте сейчас. Есть у нас такие инструменты, как анализ производительности вашего сайта и сканер безопасности. Ну, для чего это надо, я думаю, объяснять смысла нет. Все понимают, что безопасность и производительность у нас одни из, наверное, таких приоритетных вещей для нашего сайта, чтобы его никто не взломал и чтобы сайт работал быстро. Ну, что касается сканер безопасности, есть такой инструмент, который, облачный сервис, с которого там такие имитируются проникновения на ваш сайт, и который показывает, какие у вас места слабые, что надо настроить, что в настройках именить, для того, чтобы зломышленники на ваш сайт каким-то образом не попали. Ну, конечно, произошла ошибка, но у нас же локально здесь все стоит. Публичный доступ, да, отсутствует. Ну, тем не менее, да, вот такие вот рекомендации выдаются здесь, и что делать здесь, в принципе, тоже написано. Да, вот обновление, например, предлагают установить. Мы с вами демо поставили, но не обновились. Ну, если что, вы всегда это можете сделать. Вот здесь вот Marketplace, обновление платформы. Да, вот установить рекомендуемое обновление. Обязательно обновитесь, перед тем, как начните работать. Обновление проходит обычно безболезненно, достаточно быстро. Что касается производительности, здесь есть несколько инструментов. Ну, во-первых, у нас есть такой вот инструмент, как скорость сайта, который показывает, насколько быстро... Да, ну, локально он мне ничего не покажет сейчас. А должен был показать, насколько быстро загружается ваш сайт. И, опять же, есть там такой монитор производительности. Он похож на сканер безопасности. Вы тоже запускаете тестирование, причем прямо можно в рабочее время. То есть у вас сайт будет находиться под нагрузкой. И система автоматически проанализирует состояние вашего сайта и выдаст рекомендации, необходимые для того, чтобы ускорить работу вашего сайта. Там у нас, на самом деле, достаточно много инструментов для ускорения работы. Это и технологии композитный сайт. Не буду сейчас про него рассказывать, потому что очень мало времени. Но про него много информации у нас на сайте, опять же. И CDN, который позволяет контента дублировать на серверах провайдеров по всей России, для того, чтобы сайт у вас везде одинаково быстро грузился. Тоже такой достаточно удобный инструмент. Самое приятное, что у нас в битриксе он включается с нажатием одной кнопки. То есть его не надо настраивать, достаточно удобно. Так, ну, наверное, я буду уже заканчивать. Что еще хотелось бы сказать? У нас с 1 марта цена повысится на редакции. Вообще у нас несколько редакций в наших программных продуктах. Сейчас покажу вам. Мы сегодня с вами смотрели на редакцию «Бизнес». 56 900, она будет 66 900 стоит. Малый бизнес будет стоить 32 900. Это те редакции, в которых есть интернет-магазин. Модуль интернет-магазин, который мы сегодня с вами смотрели. Стоимость лицензии включает год бесплатных обновлений, но после этого, если вы не хотите получать обновления, то, в принципе, можете продолжить работу, не продляя лицензию. Или купить продление, оно стоит не так много, 22% если в течение месяца вы продляетесь, 22% от стоимости лицензии. Или 60% если больше, чем через месяц вы продление. Ну, то есть имеет смысл регулярно покупать продление, постоянно новые версии скачивать, потому что мы постоянно выпускаем много всяких интересных новых фишек. Вот, до воскресенья у вас еще есть шанс купить по старым ценам. Про партнерскую сеть я уже рассказывал. Техподдержка у нас осуществляется через обращение на сайте, причем, ну, неважно, будет у вас активная лицензия или уже год прошел, вы решили продление не покупать. Техподдержка, вам кажется, в любом случае, единственное, что для тех пользователей, у кого не активная лицензия, техподдержка будет оказываться немножечко дольше. Там, по-моему, в течение 24 рабочих часов, в то время как для активных пользователей в течение 6 рабочих часов. Демо-версию на 30 дней можно скачать, я показывал вначале на сайте. Виртуальная лаборатория пока не работает. На ремонте находится наша виртуальная лаборатория, которая позволяла с сайта запустить интернет-магазин. Так, я, наверное, сейчас передаю слово Светлане. И после, в течение ее выступления я поотвечаю на вопросы. То, что могу письменно ответить. То, что надо показывать, я после выступления Светланы покажу. И, ну, то есть мы с вами еще сегодня пообщаемся. Светлана, я переключаю. Я не прощаюсь с вами. Добрый день, коллеги. Покидайте, пожалуйста, плюсики, что слышно. И должно быть видно мой экран. Хорошо, спасибо большое. Так, всем слышно, всем видно. Прекрасно. Меня зовут Светлана Русова. Я являюсь руководителем учебного центра, авторизованного учебного центра компании Bittrex. Вот, называемся мы Bestrank, находимся в Санкт-Петербурге. Продолжая выступление Никиты, хочу немножечко конкретизировать. Если мы говорили до сих пор на вебинаре о том, что какие штатные есть возможности в 1С Bittrex, я хочу чуть-чуть поговорить о том, как мы можем расширить эти штатные возможности, если вдруг нам не хватает чего-то и нужно делать что-то свое. Я запущу небольшую презентацию. Предполагалось, что... Так, еще раз. Вот. Предполагалось, что я расскажу методику внедрения Bittrex, если мы делаем свой собственный проект с уникальным дизайном, с уникальным каким-то функционалом, со своими какими-то технологиями. Поэтому сейчас времени осталось уже не так много. Я постараюсь эту часть проговорить немножко быстрее. Если появляются какие-то вопросы, пожалуйста, их пишите. Я не постоянно вижу вопросы, потому что пока у меня запущена презентация, у меня скрыт экран с вопросами. Но периодически буду останавливаться и просматривать на них по возможности отвечать. Ну и частично что-то еще покажу в панели управления. То, что я вижу, спрашивали во время доклада Никиты. И то, что можно было бы сейчас хотя бы частично показать. Итак, если мы говорим о том, что нам нужно создать свой интернет-магазин либо сайт, непринципиально в данном случае, с чего мы всегда начинаем разработку. Но первое, что мы делаем, это, как правило, связанное еще с продумкой общего бизнес-плана, бизнес-логики магазина, это мы придумываем домен и выбираем хостинг. Домен, я думаю, что все знают, что это такое. Это, собственно, вот название нашего магазина по тому, как к нему будут обращаться покупатели, как его будут находить. Хостинг – это мы выбираем компанию, которой мы доверим, где мы разместим свой проект, свой магазин, чтобы он был доступен для людей через интернет. Дальше мы выбираем систему управления сайтом. Я так думаю, что если вы заинтересовались системой Bittrex, то, собственно, либо вы выбираете, либо уже сделали выбор соответствующий. То есть система управления нашим магазином, которая обеспечивает базовые возможности для магазина. В принципе, как очень часто пишут, что практически на любой системе можно сделать любые вообще функциональные возможности, были бы руки прямые у программистов, которые этим занимаются. Отличие как раз в том, что есть в базовой версии. То есть покупая Bittrex, допустим, за 27900 сейчас, либо за 36 тысяч в марте, за 32, простите, вы получаете уже набор тех функций, которые на другом движке вам еще нужно будет достаточно долго дорабатывать. Да, они у вас будут в итоге, но в каком объеме и в какую сумму обойдется их доработка, вот этот момент часто не учитывают. Поэтому, когда выбираете систему управления для своего сайта, для своего магазина, смотрите по тем возможностям, которые вам понадобятся на сайте, и ищите их в базовой версии сразу же в коробке. Ну, я работаю с Bittrex очень давно, и, конечно, постоянно сравниваю, постоянно отвечаю на этот вопрос, почему Bittrex, чем сравнить, да, с какими системами. Очень просто. Просто выписываем список, что нужно на проекте, сравниваем с возможностями Bittrex. 90-95% сайтов Bittrex подходит лучше, чем другие CMS, если брать возможности из коробки. Есть редкие категории проектов, где Bittrex не подходит, да, это там что-то, ну, совсем специфическое, какие-то сервисы, еще что-то там, где проще программировать с нуля. Но там, как правило, и другие тоже движки готовые не очень хорошо подходят, то есть там нужно что-то писать свое. Поэтому, если мы говорим про выбор именно CMS-системы, выписываем прямо вот табличным списком, что нам нужно, и сравниваем с возможностями системы. Если мы построили такую табличку, как правило, наше решение, наш выбор становится очевиден. Собственно, да, небольшой еще момент такой. Часто бывает, что, когда мы говорим про CMS, сравнивают именно вот с коробочной версией, и сравнивают то, что следующим пунктом у нас идет дизайн. И говорят, вот я поставил себе демо-версию Bittrex, а там дизайн какой-то вот некрасивый шаблон, серый там, с какой-то полосочкой не такой, а мне нужно все в облаках и цветочках. Если вам нужно все в облаках и цветочках, это вы просто берете и дальше выбираете либо другой шаблон. Из тиражных решений, то, что Никита показывал, есть на Marketplace такие решения, можно выбрать готовые. Но либо покупаете шаблон, заказываете интеграцию, либо заказываете полностью, чтобы нарисовали дизайн под вас. То есть внешняя часть, да, это не повод не выбирать систему управления сайтом, либо выбирать какую-то другую, потому что это как раз то, что легко меняется, то, что легко адаптируется. Обратите внимание, на этот момент сравниваем именно функциональные возможности. Все, что касается дизайна, делается на следующем шаге. Ну и дальше, собственно, что нам нужно для запуска сайта. Это разработка дизайна, потом мы его верстаем, делаем из него HTML страничку, дальше мы его программируем. Устанавливаем, да, наш дизайн интегрируем в систему, настраиваем, чтобы у нас все работало, корзина, скидки. Если что-то отличается от базовых возможностей проекта, то, конечно, мы тоже это допрограммируем, и это все, естественно, занимает какое-то дополнительное время. После, даже не после, одновременно с этим, занимаемся подготовкой и размещением контента. Что такое контент? То есть это вся информация на сайте. Описание товаров, картинки, тексты. Это могут быть какие-то статьи, отзывы, какие-то дополнительные там баннеры, слайдеры. Очень часто бывает по опыту разработки проектов, что проект, даже самый сложный, оказывается готов раньше, чем у заказчика готов контент для размещения на сайте. Это прям очень больной вопрос, и бывает так, что проект, допустим, там сложный магазин, какой-то разрабатывается 4-6 месяцев, но контент вот прям в хорошем состоянии, так, чтобы он не испортил впечатление от магазина, его подготовка может занимать примерно столько же времени, иногда и больше. А именно за счет хорошего контента, за счет хорошего внешнего вида, зачастую пользователь принимает, ваш покупатель, пользователь принимает решение совершить покупку у вас, либо ее не совершать. Был у нас такой случай, очень показательный, когда интернет-магазин брендовых товаров, там одежда, я сейчас точно не помню, какая-то итальянская марка одежды, они закрытый клуб, то есть там все-все-все очень так красиво, интересно сделано, и обращаются к нам через месяц примерно после запуска проекта с тем, что у них идет много отказов на шаге оформления заказа. И они делают вывод, что видимо очень сложное оформление заказа. Ну, начинаем разбирать, смотреть аналитику, да, много отказов, но оформление заказа там совершенно обычная форма, ничего такого сложного нет, и там все остальные магазины, да, примерно с тем же самым набором полей прекрасно работают. То есть, ну, не может быть такой большой процент отказов именно из-за этой формы. Стали разбираться, и выяснилось, что люди не уделили должного внимания контенту, и у них какие-то достаточно дорогие вещи, то есть там одежда по цене, которая начинается от 60 тысяч, самая дешевая, в среднем там одно изделие стоило порядка от 100 до 200 тысяч, выложили очень маленькие-маленькие фотографии, которые никак не увеличивались, и даже на этих маленьких-маленьких фотографиях одежда была не на моделях, не на манекенах, а просто сложенная в каких-то вот упаковках, даже частично мятая, еще что-то. То есть не позаботились совершенно о картинках, а именно если даже человек добавляет такой товар в корзину, то в момент оформления заказа начинают гладать сомнения, что покупать, не покупать, вроде как и денег немалых стоит, привезут, не привезут, и вообще что за магазин, стоит, не стоит, и просто происходил вот этот отказ по психологическим скорее причинам, а не по технологическим, не по техническим. Как только они исправили проблему со своим контентом, да, с картинками, у них сразу же исчезла вот эта проблема с конверсией на шаги заказа. Поэтому важный такой момент, это то, как выглядит информация на сайте. Следующее, на что обращают внимание всегда покупатели, это организация работы бэк-офиса вашего магазина. Службы доставки. Что вы предлагаете? Какими службами вы готовы доставлять? Очень часто магазины, не оформляется, вернее, заказ в магазине, именно из-за того, что не подходят условия доставки. Например, осталось мало дней, да, до какого-то события, после которого этот товар уже становится, собственно, не очень актуален, особенно касается, там, каких-то праздников, подарков, еще чего-то, а у вас самовывоз будет, там, допустим, только через неделю. Неудобно, покупатель не будет ждать, пойдет искать аналогичный товар, либо этот же товар в другом магазине, где смын может его забрать гораздо быстрее. То же самое касается курьерских компаний. Если там доставка оказывается дороже, чем стоимость товара, то, конечно, мало желающих будет на такой товар оформить заказ, да, оформить покупку. Так, вижу, что тут вопросы появляются потихоньку. Так, по поводу контента. Кирилл спрашивает, вводится по одному наименованию или можно загружать с прайсов, после добавлять картинки и так далее. Кирилл, можно и так, и так. То, что вы спрашиваете, загружать с прайсов, не успею сейчас показать. Посмотрите в документации, в учебных курсах по Bittrex есть такой раздел импорт-экспорт из CSV. Вот это оно, посмотрите, это то, что вы спрашиваете. Можно загрузить весь товар из прайсов, потом добавить картинки. Так, по способам оплаты, да, дальше. Что еще влияет на решение покупать у вас или у конкурента? Какие у вас есть способы оплаты? Касса должна быть, конечно, то есть возможность оплатить наличными при получении, и до сих пор в интернете, ну, в Рунете особенно, это является одним из самых популярных способов оплаты. Дальше, возможность оплаты по безналу. Это важно для юрлиц, и становится в последнее время все более популярно для физлиц, которые получают счет на оплату, как Никита показывал, да, сформировали сразу квитанцию Сбербанка, но, собственно, с этой квитанции никто не мешает прийти в другой банк, либо в собственный интернет-банк, а он сейчас есть практически у всех. И там вбить реквизиты компании-получателя, реквизиты счета, и точно так же провести оплату. То есть это становится более популярным сейчас направлением. Дальше есть вариант онлайн-оплаты. Это мы заключаем договор с какой-то платежной системой. Какие на сегодня самые популярные? Это Яндекс.Деньги и Робокасса. Ну, вот из того, что выбирают клиенты, да, вот могу сказать, что самые популярные сервисы это вот эти. Там можно, оба сервиса принимают карты, оба сервиса принимают электронные деньги, то есть и там, и там можно какими-то способами, не выходя из-за компьютера, да, оплатить свой заказ. Часто это бывает удобно, там, ну, и постепенно это нарастает, вот количество пользователей, которые хотят оплатить заказ онлайн, постепенно увеличивается. Но здесь важно, чтобы не было каких-то ошибок со стороны самих интернет-магазинов. То есть заказ оплаченный онлайн, иногда бывает, что курьер приезжает и начинает еще раз спрашивать оплату, да, но это уже накладки на стороне магазина, которые очень плохо влияют на статистику по отрасли в целом, из-за этого некоторые отказываются, даже, в общем-то, считая разумным такой способ оплаты, отказываются, потому что был какой-то негативный опыт в прошлом. Что еще важно продумать? Упаковка для ваших товаров. То есть когда вы запускаете интернет-магазин и заключили договор со службой доставки, нужно продумать, в чем вы будете отправлять товар, чтобы он не терял свой красивый товарный вид в процессе доставки. Если вы отправляете почтой России, да, либо отправляете, там, какими-то курьерскими службами по регионам, то важно позаботиться о безопасности товара, почитать правила вообще, можно ли ваш товар отправлять курьерской службой или нельзя, ну и что, соответственно, вам потребуется для его упаковки. Очень часто при запуске магазина об этом вообще забывают, но это необходимые вещи, которые должны быть в таком офисе. Это, конечно, скотч, специальные какие-то коробки для запаковывания и этикетки на эти коробки. Дальше что потребуется? Документы для курьерских служб и, соответственно, другие документы для самовывоза. Важно продумать, кто их будет печатать, как их можно делать. И вот здесь помогает сервис печать документов, то, что есть, да, то, что показывал Никита, что можно на любой заказ распечатать комплект документов. Что ценно? Здесь, помимо того, что есть штатно, там не так много, по-моему, 5 или 6 вариантов, сюда с небольшими усилиями, да, чуть-чуть допрограммировав, можно создать еще свои шаблоны. То есть, если заказать в какой-нибудь компании разработку вот таких шаблонов печатных документов, ну, это, как правило, один документ занимает 2-3 часа, умножаем там на стоимость часа работ в студии, ну, получаем какую-то вполне приемлемую стоимость для того, чтобы автоматизировать нашу повседневную работу. Это, конечно, очень удобно. Ну, и следующим шагом, что мы делаем, это запускаем рекламную кампанию. Яндекс.Директ, как правило, из соцсети и, собственно, SEO-продвижение. Опять-таки, для всех этих инструментов есть поддержка в административном разделе Bittrex, и мы сегодня это уже видели. Яндекс.Директ, прям вообще сейчас стало очень удобно, можно настраивать рекламное объявление прямо со своего сайта. Что еще ценно, да, что-то появляется, что-то планируется в версии 15.5, но, тем не менее, автоматическое управление нашими объявлениями, когда будет видно, что, допустим, товар закончился, и на этот момент соответствующее объявление будет приостановлено. То есть вот такие тонкие вещи, которые вручную делать неудобно, и рекламное агентство за этим следить, конечно, тоже не может, будет автоматизировано и очень хорошо работает. интеграция с социальными сетями. Сейчас уже вы видите, даже в демо-версии, в тиражном решении, это уже поддерживается. Ну и, собственно, SEO-оптимизация. Очень красиво работает установка, то, что мы видели на примере редактирования товара, с карточки товара. Там уже был по шаблону составленный весь SEO-набор, все метатеги, которые нужны для SEO-продвижения. Мы один раз для всего каталога задаем шаблон, и дальше для каждого товара генерируются по этому шаблону уникальные метатеги. Это, конечно, очень повышает сразу же видимость нашего сайта в поисковых системах. Вот и поисковикам такой набор показывает, что у нас много уникальных страниц, и, соответственно, каждая из них может получить какую-то долю своего трафика, привести к вам посетителей на сайт. Так. Следующий шаг у нас. После того, как мы запустились магазин с магазином, что нам нужно сделать? Во-первых, постоянно корректируем описание товаров и картинки. У нас был пример, когда интернет-магазин запустились, и, в общем-то, продажи пошли. Там не так, чтобы прям вот все супер-супер, но достаточно хорошо. Ну, владельцы люди неугомонные, как правило, и через какое-то время решили заменить картинки товаров, сделать их крупнее. Картинки увеличили примерно процентов на 10, а там товар, там краски, и по ним заметно сразу. То есть конверсия покупателей выросла почти на 30%. Количество заказов увеличилось, да, на 30% только от того, что картинки сделали крупнее. То есть приблизили вот эту саму упаковку, да, с товаром, и она стала лучше видна. Все время следите за этим, это очень важные моменты. Дальше, что еще? Почти все магазины сталкиваются с тем, что базовая формула расчета стоимости доставки оказывается для них неудобна и часто даже просто невыгодна. Что имеется в виду? Существует большое количество калькуляторов расчета стоимости доставки, и их базовые настройки работают таким образом, что они считают то, что дает курьерская компания, тариф курьерской компании, и, собственно, все, да, там иногда какая-то еще своя наценка. Ну, вот размер вот этой наценки очень сильно может варьироваться в пределах компании, в пределах, вернее, в зависимости от товаров, да. Есть у нас товар, который мы отправляем наложенным платежом. Если мы его отправляем наложенным платежом, значит у нас курьерская компания за этот наложенный платеж еще возьмет свой процент. То есть мы уже несем большие затраты по доставке. Дальше у нас что еще может срабатывать? Стоимость доставки зависит от веса, от региона, от еще каких-то особенностей. Например, в заказ попал товар, который курьерская служба считает, что это потенциально опасный товар, и она не может отправить его самолетом, отправляет наземным транспортом. Стоимость такой доставки возрастает еще в полтора раза. Ну, я сейчас говорю достаточно условно, но на более-менее реальных примерах, то есть там может не в полтора раза, а в 1,3, но тем не менее вырастет на сколько-то, на какой-то процент. Чтобы нам вот это все предусмотреть и минимизировать свои лишние расходы, потому что, как правило, на доставке магазины не зарабатывают, стараются, чем дешевле доставка, тем лучше. Вот здесь важно, чтобы каждый магазин высчитывал для себя вот эту формулу стоимости доставки. И зачастую формула оказывается далеко не линейная и очень непростая, ну, как минимум с 5-6 коэффициентами. Это тот момент, который вы поймете только после запуска, когда у вас наберется какая-то статистика по отправленным заказам. Что еще? Дальше подключаются какие-то дополнительные способы оплаты. У меня сейчас, как пример, вы на презентации видите службу самап, но, к сожалению, тут во время уже сегодня практически посмотрела, что они закрылись. Но есть аналогичные службы. Что это такое? Небольшое устройство, карт-ридер, который подключается к мобильному телефону. И, соответственно, когда пользователь приходит к вам, допустим, в офис, либо курьер приезжает с вашим заказом по какому-то адресу, подключив вот этот ридер к телефону, подключается просто в разъем для наушников, ну, не просто к телефону, к смартфону, конечно, через специальное приложение считывает оплату по картам. Довольно много таких систем. Если это актуально, у меня на последнем слайде будут видны мои контактные данные, да, можно написать, я расскажу, напишу об этом подробнее. Что еще происходит, как правило, после запуска? Большинство магазинов сменили курьерскую службу. Очень часто бывает, что те, с кем начали работать, чьи тарифы и какие-то условия изначально выглядели привлекательно. На самом деле, все оказывается далеко не так радужно. Это один вариант. Либо не укладывается в ваши бизнес-процессы. Это другой вариант. И здесь важно понять, что именно не укладывается, что вам нужно, и уже с новыми критериями спокойно искать другую курьерскую службу. 90% магазинов, которые запускаются, либо меняют курьерскую службу в первые полгода, год после запуска, либо добавляют еще какую-то одну службу. Дальше что происходит? Ну, я так написала в общем виде, что увеличивают партии закупки от поставщика. Но часто это бывает, то есть вообще какие-то изменения по логистике. Кто-то увеличивает закупки, у кого-то появляется дополнительный склад, что опять-таки увеличивает закупки, но там как-то меняется логистика внутри магазина, внутри города. То есть вот эти логистические процессы по мере того, как у вас возрастают объемы продаж, они занимают все больше времени, они занимают все больше денег ваших, становится это все дороже. И тут важно постоянно искать какую-то более оптимальную схему. Ну, и самый простой вариант, это как минимум закупать большими партиями, но, соответственно, возникает вопрос, где же все это хранить, вот эти увеличенные партии товаров. Так, сейчас прошу прощения. Дальше что еще происходит? Ну, я так опять-таки написала в общем виде, что заказали таблички визитки, но имеется в виду, что заказали какие-то дополнительные рекламные материалы. Часто при запуске на это еще нет либо времени, либо не уделяют достаточно внимания, только потом понимают, что вообще в каждый заказ можно вложить свою визитку, в которой будет написан адрес магазина, что точно так же там где-то нужно повесить дополнительную табличку, чтобы вас быстрее находили ваш пункт самовывоза и так далее. И первые полгода работы, но это, как правило, то, что заметно прям сразу, где-то через 2-3 недели, когда немножко все так чуть-чуть в себя придут после запуска и начинают уже появляются силы что-то анализировать, становится понятно, что вот клиенты все приходят и говорят, что вот тут непонятно вот на этом шаге на лестнике, куда повернуть, ну и вот туда вешается тогда дополнительная табличка. И дальше следующий шаг – это какие-то услуги передаются на аутсорс. Что имеется в виду? Ну, например, вы поняли, что у вас за выходные собирается много заказов, и ваш менеджер не успевает физически их все прозванивать. К примеру, да, в понедельник с утра нужно обзвонить все заказы, которые были за выходные. Что тогда делается? Обзвон можно отдать кому-то на аутсорс, либо в колл-центр, либо еще какую-то внешнюю службу. Сейчас достаточно компаний, которые предлагают такую услугу. То есть те бизнес-процессы, те задачи, которые у вас достаточно стандартизированы, вы можете отдавать на аутсорс. И, соответственно, на четвертом шаге, когда мы вот так вот это все в течение полугода часто это делается немножко хаотично, немножко на интуиции, когда мы хотим сделать уже какие-то выводы, мы понимаем, что для нас самые ключевые моменты. Первое – это сайт, сам интернет-магазин, его техническая основа. Это очень важно, там не должно быть ничего неработающего, не должно быть ничего раздражающего покупателей. Что считается самым раздражающим? Часто говорят, какие-то цвета, шрифты. Нет, раздражает больше всего, когда что-то не работает, либо сайт не понимает своего покупателя. То есть, если написано «купить», вы нажимаете «купить», а оно что-то непонятно, то ли оно купилось, то ли оно не купилось, то ли оно где-то в корзине, то ли нет. Дальше вы нажимаете «оформить заказ», оно вам пишет, что введите там еще что-то где-то. То есть, сайт должен быть простым и интуитивно понятным, чтобы не приходилось с ним сражаться за свой заказ. Дальше, самое важное на сайте, после технической стороны, которая должна, конечно, работать идеально, как часы, это контент и картинки. Больше всего внимания пользователи обращают на тексты и картинки. Мало кто оценит красивую, всю красоту вашего логотипа, либо какого-нибудь там всплывающего баннера, либо там еще какие-то, бывает очень часто, что заказчики прям на каким-то элементом дизайна, ну вот прям бьются месяцами, не знаю, наверное, сотая доля посетителей оценит градиенты или еще что-то. Не все обладают таким тонким художественным вкусом. Для большинства важно, чтобы было понятно, что они покупают и как выглядит то, что они покупают. Поэтому если эти части, эти элементы соблюдены, то проект уже будет приносить, ну, будет, по крайней мере, не скажу приносить прибыль, потому что это зависит не только, да, от контента, не только от интернет-магазина, а зачастую очень сильно зависит от бэк-офиса, но, по крайней мере, будет работать и приносить вам заказы. Дальше, бэк-офис, это важнее, чем сайт, гораздо важнее, чтобы у вас была отлаженная логистика, чтобы были хорошие менеджеры, просто получив телефон покупателя и дозвонившись, менеджер может допродать ему в несколько раз больше, чем покупатель заказал изначально, либо хотя бы допродать хоть что-то, повысив средний чек. Кроме этого, ну, один невежливый менеджер, да, либо недостаточно вежливый менеджер очень сильно портит впечатление о проекте, о магазине в целом. И здесь важно, ну, смотреть, конечно, что, кому вы продаете, если вы работаете с каким-то сегментом который привык к хорошему уровню сервиса, то здесь, ну, вплоть до дикции, вплоть до слов-паразитов и так каких-то ну, нестандартных, скажем так, речевых оборотов, да, все это влияет и все это играет очень большую роль, поэтому к менеджерам очень высокие требования. Дальше, на первом этапе для вас важнее гибкость, поэтому, если в магазин запускается новый проект, если это не разработка интернет-магазина для какого-то уфлайнового уже, для какой-то уфлайновой сети, да, либо для уфлайнового устоявшегося магазина, то берите все как можно более стандартное и будьте готовы это менять в процессе, то есть сделайте пилотные тестовые проекты, вы на них натестируете, выявите все важные для вашего именно проекта моменты и дальше в спокойном режиме сделаете необходимые доработки, но по крайней мере это будут не ваши угадывания, как оно могло бы быть и как оно было бы лучше, а уже какие-то конкретные данные. Как только у нас появляются какие-то устоявшиеся процессы, нужно их либо автоматизировать, либо по возможности выводить на аутсорс. Ну, конечно, если аутсорс оказывается дешевле, чем держать сотрудников в штате, но часто для каких-то вот таких очень рутинных типовых операций либо автоматизация, либо аутсорс оказывается, конечно, дешевле. Ну и такой совет-рекомендация, ставьте цели по фэн-шуй, что имеется в виду? Одно изменение за один раз, иначе вы не сможете отслеживать, что конкретно повысило вашу прибыль, либо наоборот ее, не дай бог, понизило. Поэтому тут важно, что одно изменение сделали и дайте время поработать проекту в таком состоянии, чтобы как-то более-менее собралась какая-то статистика, чтобы были какие-то релевантные данные для того, чтобы вам их оценивать. Так. Есть вопросы скинуть ссылку на картридер, и есть сразу подсказки. Да, есть такое решение 2CAN, 2CAN, есть 2PAY, LivePAY, есть... Посмотрите просто по запросу картридер, да, я, к сожалению, не вижу отсюда ваш email, Александр спрашивает скинуть ссылку, я не вижу отсюда ваш email, чтобы скинуть. Вот, сейчас покажу. Вот. Внизу таблички, да, внизу презентации есть мой email, если вы напишите, я вам тогда пришлю прямо подборочку, она у меня есть готовая. Если нет, то, ну, просто по запросу прием платежей через мобильный телефон или картридер для мобильного телефона попробуйте так, они очень хорошо гуглятся. Угу. Так, хорошо увидел email, окей. Никита, возвращаю, наверное, слово, потому что у нас осталось тут буквально 10 минут, вряд ли успеешь что-то показать. На самом деле, можно показывать, насколько я помню, в 12... Ну, у нас... нас не отключат. Ага, нас не выключат. Да, то есть... Хорошо, тогда немножечко по админке. У меня уже установленный магазин, который находится как раз на хостинге. Это достаточно, ну, боевой, в принципе, проект, работающий магазин. Что хочу показать? Видела, был вопрос по персонализации, да, что нам нужно для того, чтобы персонализация данных вообще включилась. В магазин администрирования, ну, в панели управления, конечно, магазин администрирования есть пункт персонализация. И здесь краткая инструкция, что надо сделать для того, чтобы включить Big Data, то есть вот эти персональные рекомендации для пользователей. Во-первых, ну, сам сервис проверяется, доступен или нет. И дальше нужно установить виджет в публичной части. Если этого не сделать, то как раз вот был вопрос, что почему у меня не активен виджет, ну, ссылочка на виджет в админке. Скорее всего, потому что он просто не установлен. Вы его компонент устанавливаете на странице, после этого виджет включается. Что еще хотела показать? По службам доставки очень удобно и полезно пользоваться, ну, во-первых, стандартные, да, какие-то настраиваемые службы, где мы можем установить свои, там, адреса пунктов самовывоза, установить какие-то свои правила. Что здесь есть? Смотрите, мы можем для каждой службы доставки, ну, например, есть курьерская доставка, до 3 тысяч, если у нас заказ стоит, да, то мы доставку делаем бесплатно. Значит, мы заводим службу доставки, курьерская доставка, срок доставки можем писать, можем не писать, но учтите, что если напишем, это покажется, покажется пользователю в публичной части, ну, и, соответственно, он, да, будет рассчитывать, что мы ему так и доставим. Дальше указываем, что стоимость доставки от 3 тысяч, и ставим цена 0 рублей. Если мы сейчас вот так сохраним, я не буду, поскольку все-таки действующий проект, частично хотя бы, но все-таки, не буду сохранять, но тем не менее, то есть от 3 тысяч доставка будет бесплатна. Если у нас до 3 тысяч, то мы ставим здесь 200, 2 999, вот через точку 99 копеек, ставим цена, допустим, там 250 рублей, и сохраняем две службы доставки. Названия у них одинаковые, курьерская доставка, и так, и так, пользователи смогут получить, да, свой заказ, но при этом битрикс сразу автоматически подставит ту стоимость доставки, которая действует для данного заказа. То есть если он больше 3 тысяч, будет 0, если меньше 250 рублей. Ну и обратите внимание на то, как я пишу стоимость заказа. Если там пишу 3 тысячи, да, то здесь я пишу, ну, минимальное, возможно, и меньше. Если вы с копейками не работаете, и у вас вообще включено везде округление, ну, значит, пишем просто 2999 рублей. И для каждой службы доставки, что очень ценно, можно указать, с какими платежными системами она работает. Это то, что большинство магазинов очень активно меняет и редактирует в первые моменты работы. Ну, например, мы указываем, если у нас курьерская служба, то курьер у нас, допустим, может и наличные принимать, и оплату по картам, и все что угодно. Значит, мы выбираем все варианты. А если мы отправляем, допустим, почтой России, да, и не хотим ждать, пока от них вернется наложенный платеж, потому что зачастую наложенный платеж от почты России возвращается очень долго. Тогда мы выбираем вариант, убираем, вернее, отсюда вариант наличные при получении, оставляем только два варианта с предоплатой. То есть, здесь, да, редактируйте под свою бизнес-логику. Bittrex дает потрясающие, в данном случае, технические возможности, которые нам дают удивительную гибкость. Мы можем настроить любые сочетания, любые варианты, так как нам это будет нужно. Что еще у нас есть? Автоматизированные службы доставки. Во-первых, хочу тоже порекламировать вот модуль расчета стоимости доставки через почту России, да, EMS. Это те, которые сейчас идут стандартно с Bittrex. Если еще где-то года полтора-два назад Bittrex за это ругались, что там некорректно считается доставка почты России, сейчас это исправлено. Почта доставкой России считается очень правильно, очень корректно. Ну и, во-первых, поскольку она табличная, сейчас покажу, немножко на примере, мы можем указать здесь, например, вот какие-то свои дополнительные тарифы, да, базовый тариф, можем изменить. И что еще очень ценно, мы можем установить то, что я говорила, наценка на стоимость доставки. А с почтой России это вообще особая история. Мы делаем, как правило, стандартную стоимость на ценку, вот эту, как сейчас вы видели, на примере 20%, и дальше смотрим, попадаем с нашими заказами, либо не попадаем. У них очень сложная система расчета. До конца, как они это рассчитывают, объяснить не могут даже сами работники Почты России. Ну, имеется в виду рядовые работники, которые делают этот расчет. Они по ссылку взвешивают, записывают ее габариты, и дальше видят уже какой-то результат на экране. Как там работает алгоритм, они сами до конца не понимают. Поэтому здесь берем базовый тариф и ставим свою наценку, чтобы точно не промахнуться, и дальше проверяем. Просто тестируем какое-то время, но готовы мы, как правило, к тому, что какие-то расходы, то есть какие-то заказы у нас будут не попадать. И тут следим, просто какое количество заказов у нас не попадает. Если это много, то меняем просто наценку, ну, либо меняем базовый тариф. Что еще у нас здесь важно по Почте России, да, такое не совсем связанное с Питрикс, небольшое отступление. С Почты России сейчас нет проблем с тем, что они доставляют. Большинство заказов доходит до покупателя, и вот эта часть сейчас работает достаточно хорошо. И, конечно, такого покрытия по стране, как у Почты России, нет больше пока ни у одной службы доставки. Поэтому тут они безусловный лидер. Проблемы возникают с тем, чтобы получить от них обратно наложенный платеж. То есть они его вернут, но отсрочка может быть до нескольких месяцев. Если у вас начинающий магазин, и особенно, если запускались на кредитные деньги, либо товар взят под реализацию, либо какая-то отсрочка по платежу, еще что-то, то учитывайте, это очень важный момент, что вы можете ждать обратно денег от Почты России, 2-3, как слышала страшные истории, до полугода. То есть это достаточно большой срок. Для большинства курьерских служб нормальным сроком является где-то от недели до 2-3 недель. Если больше, то это уже не очень хорошо. Есть смысл опять-таки поискать другую курьерскую службу, которая деньги отправляет вам быстрее и регулярнее. Что здесь, смотрите, есть дополнительный модуль, но это уже самописная дополнительная разработка, которая считает стоимость доставки через курьерскую службу с ДЭК. Большинство курьерских служб предоставляет какое-то открытое API, и либо самостоятельно, если есть программисты в компании, либо через веб-разработчика вы можете заказать вот такую доработку для того, чтобы стоимость заказа зарассчитывалась автоматически. По платежным системам частично уже показали, здесь очень удобно и легко все настраивается. Самое главное нужно заключить договор с платежной системой. Большинство платежек сейчас берут в среднем 5% комиссию за проведение платежа. Немножко выбивается из общего списка Яндекс.Деньги, если их пытаться принимать через сервис Рыбокасса. Они сейчас повысили вот этот процент через Рыбокассу, там стало то ли 7, то ли 9%, но это уже существенно, это достаточно большая наценка, но тогда есть смысл, заключить договор напрямую с Яндекс.Деньгами, собственно, чего Яндекс.Деньги и добиваются. Заключаете договор с платежной системой, здесь в административном разделе просто в обработчике указываете, ну, как раз неудачный пример, да, хотя пусть лучше он, вот, просто указываете ваши данные для подключения к этой платежной системе. идентификатор магазина вам выдаст платежная система, то есть какие-то номера, пароли, все, что у вас будет, вот эти данные, указываете в настройках. Дальше система начинает работать. И здесь также можно указать, с какими службами доставки работает данная платежная система, в зависимости от того, что приоритетнее для вас по вашей бизнес-логике, что у вас первично, оплата, либо служба доставки, да, что для вас важнее. Это по платежным системам, по настройкам таким в магазине. И еще пару моментов покажу, где мы можем смотреть какие-то данные и действия, что, ну, чтобы оценить, насколько эффективно вообще то, что мы делаем. Первое, это то, что немножко уже показывал Никита, это магазин, отчеты. Мы можем здесь посмотреть брошенные корзины. Все очень, все заказчики, да, но заказчики магазинов очень любят смотреть вот этот отчет, всегда, и он кажется им, ой, брошенные корзины, это так здорово, но, к сожалению, по этому отчету, вот смотрите, большинство, все-таки корзин у нас не авторизованы, то есть, ну, вот бросили их, да, тут много, и бросили, то есть, что с ними сделать, не очень понятно, потому что мы не знаем, кто эти пользователи. Но, что мы знаем, что мы можем по этому отчету посмотреть? Ну, во-первых, если кто-то вдруг бросил корзину авторизованной, то мы видим, конечно, его имейл, мы можем его догнать и предложить, и продать таки ему наш товар, да, наш менеджер его может вычислить и до него дозвониться, либо прислать письмо со скидкой, либо еще что-то такое сделать, да, там, где у нас есть имейл. Но часто бывает, что корзина брошена, никаких контактов нет. Это важный момент для аналитики. Мы смотрим, что у нас, например, самый популярный по брошенности товар, ну, там вот какой-то, да, там какое-нибудь пальто, либо еще какой-нибудь элемент, ну, что-то из нашего каталога. И мы понимаем, что, видимо, с этим товаром что-то не так. Это повод пересмотреть его описание, посмотреть, насколько у него конкурентная цена, ну, и другие параметры, картинки и так далее. Повод найти те карточки, с которыми стоит поработать. Это как раз по брошенным корзинам очень хорошо видно. То есть, товар, который есть во многих корзинах, но до заказа он не дошел. Чаще всего покупатель сомневается в самом товаре. Конечно, есть какие-то там и статистика, еще что-то, что потом оформят, но тем не менее, если вот прям кто-то явно лидирует, значит, что-то не так с карточкой этого товара, и ее нужно исправить. Ну, остальные отчеты, тут более очевидно, что с ними делать, да, там доходность, запасы, клиенты, тут в принципе понятно. Покажу еще вот такой момент из неочевидного, и, наверное, последнее, что хочу вам сегодня рассказать в презентации. Это раздел поиск, да, это настройки, поиск, и тут есть вот такой пункт статистика, тут есть список переходов, это тоже хорошо, это когда что-то искали и перешли, не перешли, и есть список фраз. Вот, когда по поисковым фразам, что вообще у вас на сайте искали, сразу видно. Для чего, что ценного в этом отчете, причем здесь даже непонятно, перешли, не перешли, только видно, что искали и сколько раз. Рассказываю как-то вот этот пример одному из наших заказчиков, у него магазин игрушек, рассказываю, мы с ним вместе смотрим админку его магазина, список фраз, и он видит, что у него в списке фраз пользователи часто ищут какао-бобы. Ой, нет, магические бобы или волшебные бобы, в общем, были какие-то игрушечные бобы, где-то года полтора-два назад, очень популярные, а он их не продает. И он видит в статистике, что их все ищут, он их не продает, но он тут же договорился с поставщиком, буквально через день у него в каталоге появляются вот эти бобы, и он сумел их всю партию продать и что-то на этом заработать. То есть, это важный момент, что люди искали, но по каким-то причинам на вашем сайте не нашли. Если думаете, в какую сторону двигать свой бизнес, и как вообще анализировать, вот вам мини-маркетинговое исследование, причем прямо в пределах вашего сайта, то есть самое живое и самое непосредственное. Также есть кейс не нашей компании, но тоже хороший пример, магазин, который продавал бытовую, ой, компьютерную технику и аксессуары. У них раздел принтеры, и как на большинстве сайтов, принтеры делятся по производителям, ну и дальше там внутри еще можно подфильтровать по формату, струйно, не струйно, еще что-то. Выяснилось, что на сайт переходит очень много людей из поисковиков по запросу принтера А3, формата А3, но попадают они в общий каталог, и в общем каталоге они далеко не сразу и не все находят вот эти необходимые им принтеры. Выяснилось, опять-таки, по статистике поисковых фраз. Посмотрели, ищут принтеры формата А3. Они сделали одну кнопку в меню формат А3 и собрали туда все принтеры такого формата. Конверсия по этому разделу выросла в 27, по-моему, раз, то есть почти на треть. Это очень хороший показатель, при том, что установить кнопку, но вы понимаете, это не самое затратное занятие. Так что смотрите и анализируйте те данные, которые показывает вам ваш магазин. Так, вижу вопрос от Валерия. Сервис отчеты в малом бизнесе есть? Не вижу у себя, или бигдату нужно для этой опции. Валерия, в малом бизнесе отчеты есть, но их мало. Кстати, я вам показываю этот пример. Вот у меня сейчас установлен это малый бизнес, поэтому отчеты есть. Ищите, должно быть. Так, есть еще какие-то вопросы? Готовы ответить? Либо Никита передаю слово. Я посмотрел на все вопросы, на которые можно текстом ответить. Я ответил, у нас попросили показать, я сейчас покажу, это управление пользователями. либо мне, либо Светлане напишите, какой-то вопрос появился. Кому можно у вас задавать вопросы по Bittrex? Я не понял, Валентин, кому этот вопрос? Так, запись вебинара будет, я показывал. Валерий, по поводу того, что нет закладки отчета, напишите мне письмо на никита-собачка11-битрикс.ру, мы с вами свяжемся и посмотрим, ну не знаю, может у вас модуль не установлен, надо посмотреть. То есть, мы через вебинар сейчас с вами этот вопрос не решим, надо будет пообщаться. Ну да, либо может быть Bittrex не обновляли, эти отчеты появились, да, не сразу. Возможно, что это такая причина. Здесь нужен прям контакт нам с вами. Здравствуйте, кому можно задавать вопросы по Bittrex? Ну, кому угодно задавайте, ну, в смысле, можете мне, можете Светлане, мы это не ответим. Так, Светлана, тогда отключаю? Да. Отключаю и сейчас быстренько покажу по управлению. Так, переключаюсь на меня, шоу, майскрин. Просится сразу, да, вне вебинара. Ну, Валентин, будут вопросы вне вебинара, пишите мне на Никита Собачка 11 3 Bittrex.ru вставочным отвечу. Если не смогу, а то, если технические вопросы какие-то, я отправлю вас в поддержку, но, скорее всего, мы найдем с вами, о чем поговорить. Так, спрашивают анонсы следующих вебинаров, давайте пока быстренько покажу. Сайт Bittrex.ru, раздел компания, мероприятия, вебинары. Вот здесь как раз анонсы пошли на 27 февраля, 4 марта, 11 марта, ну и дальше появятся остальные вебинары. Могу сказать, что у нас была серия три вебинара в феврале месяце, когда мы старались некоторые возможности Bittrex подробнее рассказать для создания магазина. Я думаю, либо в марте, либо в апреле наверняка будем повторять такую серию, потому что первый блин оказался немножко комом, у нас очень много форс-мажоров было. То люди болели, менялись, то техника подводила. Поэтому, я думаю, еще раз такую серию подведем. Хорошая, потому что хорошая идея, я думаю, всем понравится. Так, переключаюсь по поводу пользователей. спрашивали. Смотрите, раздел настройки пользователей. В первую очередь у нас есть здесь группы пользователей. Когда скидку с вами создавали, мы видели, что там есть разные группы пользователей. Эти группы пользователей можно настраивать права различные, можно добавлять новые группы пользователей. Давайте я просто открою, какого-нибудь посмотрю. Безопасность. Ну и прям галками представлять то, что нужно делать. По доступу, кто куда, к какому разделу имеет, к какому модуле имеет доступ, не имеет доступа. То есть здесь все это проставляется. И потом, если у нас созданы пользователи, давайте перейду к пользователю, список, у меня сейчас только один пользователь, открою его. в какой группе пользователей у нас относится тот или иной пользователь. Мы здесь также галками выставляем и если надо перевод активности проставляем. То есть инструмент достаточно гибкий, все зависит от вашей бизнес-логики, как у вас пользователи будут настраиваться, какие будут группы, к каким группам они будут относиться. То есть все здесь в этой палочке происходит настраиваться. Смотрю еще вопросы. Еще раз электронный адрес скажите, если не труднится. Я вам прямо напишу сейчас бинастер битрикс.ру Вот написал вам в чате можно скопировать. Еще есть такой у нас сервис как битрикс24 битрикс24 к сожалению сегодня совсем не рассказал вам про битрикс24 но очень удобный инструмент для общения внутри вашей компании Хорош с тем, что до 12 пользователей бесплатен и там есть CRM и видеозвонки и возможность IP-телефонию подключать и возможность управления задачами ведения календарей и прочее 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 рекомендую пользоваться и меня можно найти вот такому адресу еще битрикс24.net в слэш никита мой профиль можно написать на сообщение пообщаемся так спрашивают по поводу интеграции с 1С розницы на данный момент не проходит знаю что 15.5 будет либо с розницей интеграция либо с крупной 1С не сумма называется сейчас то ли Enterprise то ли так но решаем сейчас с какой систем будут интегрироваться в дальнейшем так извиняюсь отвлекли меня так спрашивают у меня еще по поводу того в какую группу по умолчанию пользователи входит не скажу сходу у вас уже много вопросов было давайте тоже по e-mail спишемся созвонимся я подготовлю ответ на ваши вопросы во всех пользователей он добавится каким-то образом это можно настраивать но сейчас уже наверное не покажу потому что время у нас заканчивается так ну наверное все более 15 тысяч какая версия битрикс подойдет вопрос сюда у меня более 15 тысяч номинований товар какая версия битрикс подойдет но здесь стоит понять что количество товаров нет связи между количеством товаров и редакции бизнес и редакции битрикс смотрите покажу прямо на сайте интернет магазин у нас есть в двух случаях интернет магазин у нас есть в двух редакциях это малый бизнес и бизнес они немножечко отличаются то есть малый бизнес он для немножечко ограничен возможности например там нет возможности многоскладовости разных типов цен вот здесь такая у нас табличка есть это раздел продукта управлен сайтом страниц редакции и если мы нажмем кнопочку то прям галками отмечено что единицы измерения например разные могут быть только в бизнесе редакции в расширенной версии наборы комплекта только в бизнесе несколько видов цен тоже только в бизнесе и так далее то есть свой выбор тут надо основываясь из конфигурации делать а не из количества товаров подсказывают здесь что малый бизнес или бизнес плюс 1с 8 ну конечно без 1с здесь никак так ну на этом наверное все я вижу вопросов больше нет контакты я свои дал если будут вопросы пишите всегда будем рады пообщаться надеюсь что вебинар был полезный и по-моему очень хороший вебинар получился я снимаю записи и прощаюсь со всеми вами всего хорошего